Предприниматели здесь активно внедряют новые технологии. Результат не заставил себя ждать. На местном рыбном заводе научились изготавливать сразу несколько видов консервов. И даже вывели собственную уникальную рецептуру. Но это не все, на что способны экспериментальные предприятия. Здесь планируют увеличить продукцию в три раза и выиграть 200-миллионный грант. Елена Меньшикова продолжит. В этих садках три вида рыб особо ценных осетровых пород. Осетр, белуга и стерлядь. В общей сложности свыше 10 тысяч особей. Несмотря на внушительный размер и вес, по меркам рыбоводов этим малышам до нормальных размеров еще расти и расти. Возраст этих белужат всего 4 года. Да и вес пока небольшой. 4-5 килограммов. Впрочем, как говорят специалисты, теоретически, каждая особь может вырасти до полутора тонн. И даже дожить до 100 лет. Но пока средний вес маточного стада осетровых от 3 до 7 килограммов. В зависимости от породы. Сейчас на заводе пытаются наладить производство собственной черной икры. Применяют новые технологии. Есть такие узи технологии. Будем отбивать самок от самцов. Самцов будем пускать основную массу на консервы. А самок будем выдерживать до получения икры. На предприятии также производят консервы из толстолобика, амура и карпа. Эти виды рыбы тоже выращивают в собственных прудах. При производстве используется стеклянная банка, что делает продукцию в буквальном смысле слова прозрачной для потребителя. У нас все по ГОСТу. Секретов особых нет. У нас свежее сырье. Не сухое мы берем, а свежее сырье мы обрабатываем, бланшируем. Все это вручную делается. Сейчас предприятие выпускает около 20 тонн продукции в месяц. В планах руководства утроить эту цифру. Для этого завод подал заявку на конкурс поддержки региональных предпринимателей. В случае победы он получит 220 миллионов рублей, которые потратит на развитие. Кстати, в этом году Россия предложила всем прикаспийским странам ввести мораторий на отлов осетровых. Для сохранения ценной породы наша страна прекратила поставки за рубеж еще в 2002 году. А в 2005 году под запрет попал даже вылов осетровых. Но купить легальную икру можно уже в десятках ферм, где ее добывают без забоя рыбы. Кроме того, небольшие партии деликатеса поступают на наши прилавки за границей. Цена на 500-граммовую баночку белужей икры доходит до 50 тысяч рублей. Цена на 50 тысяч рублей. Продолжение следует...